Приветствую вас еще раз. Очень жаль, что вы не известили меня о появлении дополнения, хотя я об этом просил, потому что нужно было открыть ваш вопрос. Но интуиция по стилю вашего письма подсказала мне, что, скорее всего, дополнение будет. Я не ошибся. Значит, что я могу вам сказать? Прекрасно понимаю ваше недоверие. Но вы поймите, что без всех обстоятельств вам нельзя помочь. Именно для этого существует индивидуальная работа. Не публичный вопрос, а индивидуальная работа. А пока что, пока что, я вижу, что играете вы в игру. Да, но можете ее посмотреть в интернете. Потребность в собственной значимости, в конце концов, которую вы реализуете в том числе и здесь с нами. Вот. Вам нужен спаситель, который поможет вам найти выход. Психолог спасителем быть не может, не должен и не будет. Мы можем помочь вам разрешить конфликты в себе, перестать стыдиться, понимаете, того, что с вами произошло. Перестать стыдиться своего мужа, понимаете. Ибо ответственность за свои действия несет только он. Да? Вот. И так далее. Определить, значит, свою позицию по поводу его. А, то есть, если муж у вас находится в заключении в тюремном, да, то, соответственно, как вы развелись? Попал ли он в тюрьму после развода, до развода? Послужила ли тюрьма фактом наличия, ну, то есть, фактом стимула для развода? Вот. А, если у вас чувства с нему еще, с мужем, чтобы, понимаете. А, может быть, именно поэтому вы и не можете эту ситуацию принять. Может быть, именно поэтому вас так и гулять тянет, что вы стыдитесь и пытаетесь за гулянием от чувства стыда убежать. Но от себя вы не убежите. Никак. Это невозможно. Понимаете? Вот. Поэтому еще раз повторяю и повторяю. Дело не в том, как другие люди обходятся без помощи. Дело в том, как вы можете обойтись без помощи. Понимаете, если вы приходите за помощью к нам, да, но я думаю, негоже оставить условие, что вдаваться в подробности не хочу, не буду, вот это все. То есть, я информации предоставлять не буду, но, как бы, вопрос задай. Но вы поймите, аноним, что мы специалисты, и мы знаем, что нужно для того, чтобы вам помочь лучше, чем знаете вы. И вы попали в безвыходную ситуацию именно потому, что вы не знаете всех аспектов и недостаточно хорошо владеете собой. Понимаете? Понимаете? Поэтому вопрос к вам у меня будет такой. На что вы готовы, чтобы найти выход? Вот, в принципе, давайте об этом подумаем. Готовы работать? Готовы меняться? Меняться именно, внутренне меняться. Готовы? Выход на выход будет. Не готовы, а ищите просто выход через перебор вариантов. Еще раз повторю, это не к психологам. Понимаете? Вот и все. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что это было полезно. Вот. Надеюсь, что вы сделаете для себя выводы и, соответственно, обратитесь к нам, кому-нибудь из нас и получите полноценную консультацию. Вот. Вы знаете, заметил я также еще и то, что лайки вы ставите женщинам только. То есть, мужчинам вроде бы лайки вы не поставили. Я, конечно, не параноик и не хочу показаться параноиком, но с учетом вот всего, что вы написали, да, в том числе и вашего определенного посыла к нам. А я предположу, что вы считаете, что только женщина вас поймет. Причем только женщина та, которая с детьми и та, которая, ну, постарше. Вот. Если у вас есть этот стереотип или какие-то другие стереотипы, то рекомендую от них отказаться. Ну, потому что дело не в том, кто как вас понимает, а дело в том, как работают люди. Дело в том, чего вы хотите. Понимаете? Манипулирует вами мама? Манипулирует вами мама. Является ли она здесь преследователем и тираном? Является. Кем являетесь вы? Жертвой. Изучите треугольных карманов. Не помню, говорил я в предыдущем ответе или нет. Это профессиональный подход, но он вам не нравится, потому что требуется от вас менять себя. А менять себя вы не хотите. А психологическая работа – это изменение себя. Это не просто выход единственной ситуации, потому что единственный выход вы найдете, да, один раз, но вы попадете в тупик в другой. Потому что мама уже вами манипулирует. Если она манипулирует, значит вы позволяете ей это делать. И это системная проблема. То есть не надо думать, что найдя выход, да, вы сразу станете счастливы. Нет. У вас развод, который в принципе тоже является психотравлой. И муж у вас, да, как бы человек, который попал в тюрьму, это тоже не случайно. Все это не случайно, все это очень похоже на бунт, да. Купе с тем, что вы рано вышли замуж, купе с тем, что вы рано родили детей, все это похоже на бунт. И сейчас вы бунтуете против нас. Вот такая история. Прямо-то боитесь, что мы там как-то вреда вам хотим. Нет. Просто поймите, еще раз повторяю, как взрослый человек, что для того, чтобы вам найти выход, вам нужно найти выход в себе, внутри. Понимаете? Поменяться. Это работа. Еще раз повторяю. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился один из моих ответов, ну или оба ответа, буду благодарен, если вы какой-то из них сделаете лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.